В культурный комплекс «Корабел» придешь, в царство Пушкина попадешь. Буквально с порога гостей встречают знаменитая капитанская дочка Евгения Онегина, Руслана Людмила. В выставку книг Александра Сергеевича в день его рождения подготовили севастопольские библиотеки. Великое пушкинское слово во все века свежо и актуально, уверены библиотекари. То, что написано пером, в эпоху компьютерных технологий по-прежнему любят и с удовольствием читают. Бессмертная классика интересна и взрослым, и детям, потому для экспозиции специально подобрали произведение на любой возраст. Взять книгу домой в честь праздника можно прямо с выставки. Пушкин – это культурный код, это русский культурный код. И прочитав Пушкина, можно понять абсолютно все. Он писал для всех возрастов и он писал на все времена. Сейчас можно открыть абсолютно любое его произведение, и вы столкнетесь и увидите одни и те же проблемы, одни и те же характеры, одни и те же лица, поведение людей. Эту выставку 11-й библиотечный филиал имени Константина Станюковича подготовил вместе с 12-м библиотечным филиалом, который у нас занимается межнациональными культурными связями. Александр Сергеевич сегодня один из самых читаемых поэтов в Российской Федерации. Его творчество знают, его творчество любят. И мы, как учреждение культуры, конечно же, это наш святой долг, наша обязанность пропагандировать и русский язык, достояние нашей Родины, и, конечно же, творчество такого гениального поэта. Из вестибюля перемещаемся в зал, а там уже нет свободных мест. На сцене сказочная атмосфера. Создают ее коллективы «Корабела», «Дворца культуры рыбаков», «Детско-юношеских клубов». Номера посвящены творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Дети поют, танцуют, читают стихи. Там ступа с бабой яной, и он придет сама-собой. Там царь кощей, там зла отчахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Из-за кулис выходят и три девицы, те, что впряли поздно вечерком, и даже кот ученый из Лукоморья. Он, к слову, ведущий концерта. Персонаж занятой, но на интервью минутку выделил и даже эмоциями поделился. Радости – это, конечно, проводить время с детьми. А вот что касается трудностей, днем очень жарко. В этом костюме очень жарко. Ради детей можно пережить. Да. Ради детей можно все пережить. А дети, да и их старшие родственники отвечают сказочным героям взаимности, улыбаются, аплодируют, снимают фото и видео. Мы целенаправленно шли на это мероприятие, потому что ребенок очень любит сказки. Вот, мероприятие. Вот, посмотрите на реакцию ребенка, не оторвают. Очень нравится. Артисты красивые, замечательные. Я вообще очень люблю детское выступление. У меня внуки тоже занимаются танцами. Поднять настроение, подарить праздник. Но главная цель все же в другом – привить любовь к родной речи и литературе. Такую же задачу перед собой ставили и организаторы традиционного форума русского языка и культуры. Все доклады уже прозвучали. Финальный день запомнится мастер-классами в Центральной городской библиотеке. За этим столом, например, учат делать тактильные книги, где вместо текста на страницах объемные изображения. Все, теперь можешь обрезать. Обрезай вот так, чтобы остался маленький хвостик, вот такой, например. Не прямо возле корня нитки, а вот здесь. А рядом рукодельничают. Гостей библиотеки знакомят с валянием – техникой, хорошо известной и популярной в нашей стране. Секретами делится профессиональная швея. В итоге у каждого участника должен получиться стильный головной убор. У нас будет мокрое валяние. За счет воды и мыла шерсть будет садиться. И мы ее будем направлять в том направлении, в каком нам надо. Здесь мастер объясняет, все понятно. Предлагают сделать либо шапочку, либо беретик. Но я выбрала беретик. Вот сейчас посмотрю, что из этого получится. По-моему, это длительный процесс. Но будем пробовать. Гончарное дело плетений из бумажной лозы, пластилинография и другие практические занятия. Прежде всего, по словам организаторов, они рассчитаны на подрастающее поколение тех, кто только начинает знакомиться и влюбляться в русскую культуру. Именно таким образом мы их приобщаем к великому русскому слову, чтобы они и ручками, и мыслями, и делами своими поучаствовали в таком замечательном деле. Но главное, о чем напомнили детям и подросткам, любить и уважать родной язык, грамотно на нем говорить и гордиться своими корнями, нужно не только в праздник. Ведь слово – это и лекарство, и оружие. А значит, обращаться с ним нужно умело. Анастасия Синица, Деливер Меджитов и Александр Тарасенко. Новости Севастополя.